Признан виновным в надругательстве над государственным символом. Суд Барановичского района и города Барановича огласил приговор в отношении Александра Бакуновича, который сорвал флаг с административного здания ЖРУ в центре города. Инцидент случился 20 июля этого года. Согласно материалам дела, молодой человек ночью гулял в компании девушек, запрыгнул на подоконник, оттуда древко, повис на крепление и сломал. Правда, потом он пытался повесить флаг обратно, но безрезультатно. Согласно материалам уголовного дела, Бакунович, находя в состоянии алкогольного опьянения, во присутствии посторонних граждан, проявил показную смелость и дерзкое поведение. Также имел стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственному символу. Путем разлова древки на две части умышленно повредил государственный символ Республики Беларусь, государственный флаг Республики Беларусь. Как и на следствии, так и на судебном заседании Бакунович признал свое вино в полном объеме. Известно, что парень работает ранее, к ответственности не привлекался. О нем положительно отзываются дома и на работе. Но вот теперь его репутация изрядно подпортила уголовное дело. С учетом позиции государственного обвинителя представленных доказательств личности, обвиняемого о наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд Баранского района города Барановича постановил в отношении обвиняемого обвинительный приговор. На основании статьи 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Материальный ущерб за сломанный флагшток молодой человек уже компенсировал. А на обжалование приговора у него есть 10 дней. Будет ли обжаловать, неизвестно. От каких-либо комментариев Александр Бакунович отказался. Что думаете о приговоре? К слову, снять государственный флаг на здании ЖРЭ у Барановича пытались не раз. Сейчас в учреждении государственный символ перевесили повыше, чтобы уберечь от преступных посягательств.